Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Волгоградской области Чтобы обмануть условного противника, военные инженеры оборудовали ложный надувной резиновый мост. Подразделения также провели разведку маршрута, очистили берег от взрывоопасных предметов и пресекли действия условной диверсионной группы. Всего в стратегических учениях «Кавказ-16» принимают участие 12,5 тысяч военнослужащих, а также авиация, боевая техника и корабли. Для офицеров, солдат, сержантов, матросов это, конечно, не просто экзамен. Это возможность проверить себя в абсолютно новой обстановке, на незнакомых полигонах, в новой местности, в новых условиях. Наши вооруженные силы должны быть готовы к любым действиям любого противника. И на каком-то этапе развития кризисной ситуации это могут быть незаконные вооруженные формирования. А в последующем эта кризисная ситуация может перерасти и в более масштабный конфликт, в котором будут задействоваться уже и вооруженные силы непосредственно противостоящих государств. Поэтому мы отрабатываем все возможные варианты развития обстановки. Учения «Кавказ-2016» завершатся 10 сентября. Сегодня основные действия развернутся в воздухе. Из-за этого в ограниченном режиме будут работать аэропорты Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя. Воздушное пространство закрыто до 12.30. Так, в первой половине дня на вылет из Симферополя задержаны два десятка рейсов. Ну а на прилет 17.